здравствуйте с вами фитотерапевт Ефименко Наталья Юрьевна продолжаем серию зеленая аптека я нахожусь возле очень красивого лесного растения это малева лесная, хотьма, просверник по своему такому биологическому составу она очень сильно родственна алтею и все ее полезные свойства это в общем-то свойства алтея но алтея у нас известное такое растение, которое применяется от кашля то есть его корень, корень алтея и чаще всего мы в аптеках видим сироп алтея ну вот у нас вот она малевочка, вот у нас хотьма, которую можно применять в общем-то так же как и корень алтея вот корень этой малевы, хотьмы хотьма съедобное растение и вот эти вот свеженькие мягкие листья можно использовать для голубцов для изготовления вторых блюд, особенно когда они в очень еще маленьком росте, в виде молоденькие, пока они еще не зацвели еще некое такое народное название у малевы лесной, у хотьмы это просверник почему просверник, вот эти вот семенные коробочки, они сложены внутри так, как будто бы это церковная просверка а вот таким вот кругляшком бараночки, чаще всего мы эти бараночки вот у этого вида в детстве еще у маленькой такой малевочки, мы их собирали и жевали ну абсолютно оправданно, абсолютно правильно мы делали маленькими, так как вот хотьма у нас она полностью съедобная корни у хотьмы выкапываются осенью, когда она цветет, вы замечаете то растение, где вы его видели и спокойно по осени выкапываете, промываете, сушите и используете так же, как у корня алте то есть изготавляете сиропы, делаете грудные сборы от кашля плюс, так как в корнях очень много сапонидов, слизи то есть вы используете как обволакивающее при желудочно-кишечных заболеваниях его листочки у хотьмы у этого растения, они обладают таким ранозаживляющим, успокаивающим, болеутоляющим свойствами поэтому листочки можно перетирать и прикладывать как к венам, как к крупным суставам и вообще корень алтея, следовательно и корень хотьмы, это очень древнее лекарство его использовала еще Авиценна, и оно было популярно в древности поэтому нам стоит только возвратить эти новые рецепты, позабытые старые ввести их снова в практику, так как у нас в лесах еще много таких прекрасных, полезных растений о которых мы должны знать, научиться их отличать друг от друга и использовать Спасибо! Спасибо! Спасибо!